Вот и наступил сентябрь. Оставив мокрые от слёз подушки, дети нестройными рядами потянулись в школы. Кто-то перешёл на новый курс, а кто-то вышел из отпуска. Стало быть, трудовые будни. Но жизнь на этом не заканчивается, тем более, что в августе вышло несколько интересных бесплатных мобильных игр, о которых я сейчас же и расскажу. Road Warriors. Начнём с 2D-пиксельных гонок, хотя эта игра не столько про гонки, сколько про прыжки, приземления и уничтожения автомобилей соперников. У игры имеется сразу несколько достоинств. Во-первых, всё управление тут необычное, интересное и очень простое. Если у вас на руках есть хотя бы один палец, вы справитесь. Во-вторых, она запускается без подключения к сети, и имеет совершенно символические системные требования. В-третьих, разработчики ежедневно добавляют по одной новой гонке со своими наградами, так что те, кто подсядут, будут вынуждены заходить в игру каждый день. Прокачивайте машинку, собирайте монетки и ставьте всё новые и новые рекорды. Довольно неплохо для сейминутного времяпрепровождения. Доступна игра и на Android, и на iOS. Carmageddon Crashers. Ещё одни гонки, но на этот раз трёхмерные и в жанре драг-рейсинг, правда, с одной существенной сюрпризной поправкой. В конце трассы ваш автомобиль обязательно врежется в автомобиль соперника. Сила удара от разгона тут ни на что не влияет, да и не подсчитывается, а единственное, что важно – проехать как можно больше расстояния из отведённого отрезка, протаранив соперника на его половине трассы. В общем, довольно весело и необычно. Всё это выполнено в стиле знаменитого Carmageddon. И стилистика машин, и гараж, в котором автомобили меняются после удара здоровенной экскаваторной гирей, и другие колоритные моменты, присутствуют. Машины можно улучшать, покупать новые, проходить, так сказать, миссии, и даже соревноваться с боссами. Ничего особенного, но для поклонников драг-рейсинга, может, и сойдёт. Доступная игра на обеих платформах. Titanfall Assault. Продолжаем стратегии. Стратегии военной, тактической, принадлежащей к одноимённой Титановой вселенной. Здесь есть и одиночная кампания, а есть и PvP-сражения. Смысл геймплея прост. Вам нужно продвигаться по локациям, в попытках добраться до базы противника. Юниты будут сражаться сами по ситуации. Ваша же задача – своевременно поставлять подкрепление, думать, когда это сделать, кого именно добавить и куда именно. Вроде бы несложно, но это так только кажется, и в PvP-режиме легко не будет точно. Между боями придётся подбирать идеальное соотношение различных типов войск, улучшая тех, кто показался эффективнее всего. В общем, не то чтобы шедевр стратегического жанра, да и особого духа Titanfall тут нет, но управление простое, графика красивая, бои интересные. Вроде бы всё на месте. Доступна игра на обеих платформах. Material Arts Brutality. А теперь файтинг, но не простой, а карточный. Каждая карта – это какой-то удар или приём. Собирайте мощную колоду, и айда бить морды. Бои здесь, кстати, пошаговые, но их можно будет затем прокрутить в повторе в режиме реального времени, а кроме ударов придётся уделить внимание и обороне. Более того, именно обороне и придётся уделять внимание больше всего, ибо, поиграв немного, вы встретите таких врагов, которые будут укладывать вашего героя всего за несколько ударов. Также разработчики уверяют, что создали детальную модель человеческого тела, ориентируясь на которую можно будет выбирать наиболее многообещающие направления ударов. Мультиплеер тут, кстати, тоже есть, где присутствует восемь режимов. Доступная игра на обеих платформах. War Wings. Тем, кто готов работать хоть уборщиком в аэропорту, но оставаться, так сказать, вместе с авиацией, эта игра, вероятно, понравится. Потому, что World of Warplanes или War Thunder можно играть только за стационарными агрегатами. А в этот авиасимулятор везде и всюду, куда можно проносить мобильное устройство, и где есть интернет, потому что игра эта – сетевая, заточенная на PvP. Разработчики предлагают грандиозные воздушные сражения в режиме 4 на 4, поддержку внешних контроллеров, более 70-ти различных самолётов, включая советскую, германскую, немецкую и английскую ветки, и приятную, хотя и без изысков, графику. Ровно такую, какую потянет большинство бюджетных смартфонов всех мобильных геймеров мира. Доступная игра на обеих платформах. Shadows of Kurgansk. Разработчики всего проекта без ложной скромности называют его лучшей игрой про выживание, забыв упомянуть о его мобильной сущности, и о том, что игра сделана в отечественной сталкер-атмосфере. Но, отбросив шутки, скажу, что игра действительно превосходная. Прекрасная графика, правда налагающая на игроков определённые обязательства. Отличная атмосфера зоны, со всеми её аномалиями, мутантами, бандитами и артефактами. А также возможность собирать ресурсы и создавать всё, что душе будет угодно, начиная с оружия и заканчивая убежищами. В общем, действительно одна из лучших игр этого года, а в своём жанре, возможно, и вовсе лучшая. Не то, чтобы она смогла заменить нам S.T.A.L.K.E.R. 2, но для мобильной сферы очень даже ничего. Доступна она на обеих платформах. Stronghold Kingdoms. И снова стратегия. На этот раз о раннем средневековье, в атмосфере известного многим стратегического сериала. Заточен проект исключительно на онлайн. В остальном, никаких сюрпризов. Если вы играли в ПК-версию Stronghold Kingdoms, либо уже имеете опыт онлайн-стратегии типа «Война племён», то во всём разберётесь быстро. Вам вручат небольшую деревеньку, которую предложат развивать, превращая в мощную военную цитадель, несущую угрозу строптивым соседям. Тут вам и экономика, и строительство, и реальная дипломатия с реальными людьми, а не с глупыми ботами. И, конечно же, военные походы. Прекрасная графика, не обязывающий донат, и нескончаемый геймплей в наличии. А вот доступная игра, к сожалению, только на iOS. Zlatan Legends. Да, это игра про Златана Ибрагимовича, легендарного футбольного нападающего, если кто не знал. Но, вопреки ожиданиям, здесь не от футбола, а личность данного спортсмена присутствует просто ради рекламы. В нашем случае, Златан оказывается в космосе, где принимает вызов инопланетного злодея, который решил с ним помириться с силами. Сам же геймплей состоит в прохождении извилистых лабиринтов, который главный герой, в образе кого-то похожего на Железного Человека, должен пролететь, по возможности не врезавшись. Всё и происходит в реальном времени. Карты движутся, так что придётся поторопиться, и малейшее отвлечение на что-нибудь внешнее грозит проигрышем. Так что в трясучемся общественном транспорте в такое не поиграешь. Доступная игра только на iOS. Combat Squad Project Wednesday. Внешне эта игра очень похожа на Counter-Strike, но так кажется только на первый взгляд, ибо игры эти совершенно разные. Перед вами шутер от первого лица, в котором вам предлагается управлять боевой группой из пяти человек, в которой нужно выполнять различные задания, заключающиеся, конечно же, в необходимости перестрелять всех в округе. Между солдатами можно переключаться, используя таким образом их различное вооружение. Ещё одной особенностью проекта является возможность включить упрощённую систему прицеливания. Выглядит не очень реалистично, ибо ствол оружия не двигается синхронно вслед за автонаводящимся прицелом, но на что не пойдёшь ради упрощения жизни. Если одиночная кампания надоест, можно отправиться в мультиплеер, где вас ждёт 7 боевых режимов. Доступная игра на обеих платформах. Hunter's League. Ну, а завершаем мы ролевым командным слэш-экшеном из Южной Кореи. Игра выполнена настолько в азиатском стиле, насколько это возможно. Русскоязычной локализации в ней, кстати, нет, но есть хотя бы английская, так что иероглифы изучать не придётся. Геймплей представляет собой командно-тактические бои. Возглавьте группу из пяти героев, и отправьтесь в опасное приключение. У каждого из них, ясен-красен, есть свои умения, своё оружие, свои сильные и слабые стороны. Разработчики предлагают 26 единиц различных режущих-колюще-стреляющих приспособлений, тактическое разнообразие, требующее не просто выбора правильного оружия, но и правильной расстановки героев, ну и мультиплеер с PvP-режимом тоже есть. Куда ж без него. Графика также прекрасна, если, конечно, вам нравится типично-азиатское буйство красок и миллион всплывающих циферок, отображающих урон. Доступная игра на обеих платформах. Это были 10 самых занимательных, на мой взгляд, бесплатных мобильных видеоигр, вышедших в августе. Следующий выпуск ждите в начале октября. Ну, а на этом всё. Играйте только в хорошие игры, и пусть никто не уйдёт обыгранным.